МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью, не сдались, пошли до конца и во многих случаях победили. Подобной ситуацией может оказаться любой казахстанец. И мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Сегодня в программе. Судебная ошибка в пользу подсудимого. Как небрежность судьи привела к оправдательному приговору? Написано пером, не вырубить топором. Почему исправление описки не помогло следствию доказать вину обвиняемого? К вам пришли с обыском. Что нужно знать о своих правах и гарантиях? Огородничество с нарушением Уголовного кодекса. Чем грозит культивирование запрещенных растений? А у нас во дворе растет конопля. Звонок такого содержания поступил дежурному Ульбинского отдела полиции у Скаменогорска. Доброжелатель сообщил, что в одном из домов по улице Лермонтова выращивают коноплю. Следственная группа выехала по указанному адресу с обыском. У безработного Евгения нашли около пяти граммов высушенной марихуаны и самодельный аппарат для ее курения. Там не было такого, что у нее там плантация была, какое-то культивирование было. То есть, возможно, просто на территории растут, там куча, где огороды, возле огородов, там куча этой анаши. Поэтому, то есть, кто-то вот просто берет, даже там для себя собрал, если чек, то есть этим увлекается, занимается, скажем так, он для себя это делает. Оперативники при обыске в огороде и на летней кухне обнаружили 16 кустов конопли. Экспертиза подтвердила, что найденные растения содержат наркотические вещества, а на поверхности самодельного приспособления имеются следы психотропных компонентов. Сам хозяин дома Евгений признался, что регулярно употреблял путем курения высушенную марихуану, которую получал из выращиваемой им же конопли. Евгению предъявили обвинение в нарушении сразу двух статей Уголовного кодекса. Части первой статьи 300-й посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений сортов конопли, содержащих наркотические вещества в небольшом размере, и части второй статьи 296-й незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства марихуана высушенная в небольшом размере. Однако в суде обвинение столкнулось с неожиданными трудностями. Суд номер 2 города Усть-Каменогорска обратил внимание на то, что обыск в доме подсудимого на прилегающем к дому огороде и в отдельно стоящей летней кухне был оформлен одним протоколом. Вместе с тем, последующая санкция следственного судьи была получена только на обыск в доме Евгения, а законность обыска на огороде и в летней кухне судом не рассматривалась. И хотя месяц спустя следственный судья вынес еще одно постановление об устранении описки, суд решил, что это лишь попытка следствия постфактум придать видимость законности обыска на прилегающей к дому территории. Из Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Часть 3 статьи 254. Пункт 3. В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и или подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в преступных целях, либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск и выемка могут быть произведены без санкции следственного судьи, но с последующим направлением материала в следственному суде в суточный срок. Суд признал результаты обыска в огороде и на кухне недопустимыми доказательствами. И тут же выяснилось, что вина Евгения в культивировании наркотиков подтверждается теперь только его же собственными признательными показаниями. Причем следствие не установило время, место, способ и другие важные обстоятельства преступных действий. Между тем, Уголовно-процессуальный кодекс прямо говорит, что обвинительный приговор не может быть основан только на признании подсудимым своей вины. В итоге Евгений был оправдан по обвинению в выращивании конопли и приговорен за хранение наркотиков к 25 часам общественных работ. Из Конституции Республики Казахстан под пункт 9 пункта 3 статьи 77 не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания. С этого момента история нашего героя только начинается. Прокуратура не согласилась с вынесенным решением. В апелляционном ходатайстве утверждалось, что вина Евгения в выращивании наркотиков полностью подтверждается не только его собственными показаниями, но и показаниями свидетелей, понятых, протоколом обнаружения и изъятия наркотиков и кустов конопли, который следственным судом был признан законным. При этом, по мнению прокуратуры, каких-либо нарушений норм УПК следственными органами допущено не было, поскольку следственный судья впоследствии исправил свою описку в постановлении. С учетом этого прокуратура требовала отменить приговор в части оправдания Евгения и вынести по делу новое решение о признании его виновным. Он ко мне, когда обратился, то есть я почитал, говорю, очень странное как минимум решение суда. То есть уже, тем более, была определенная практика, сложившаяся по этим вопросам, именно по санкционированию обысков. Но почему-то апелляционная инстанция посчитала, что надо осудить по 300-й статье за незаконное выращивание конопли, которая обнаружена на той территории, санкцию, на которую на обыск ее не давали вообще. Получается, следствие что сделало? То есть они взяли санкцию на обыск дома, а обыскали фактически дом, территорию и там еще одно здание на территории. Потом, ну они, я так понял, просто этот момент упустили. Потом, когда спохватились, когда дело отправляют в суд, там месяца через полтора-два, они пишут письмо в суд и говорят, вы нам разъясните вот это постановление. А суд берет, как бы выносит постановление о разъяснении, но фактически расширяет требования, увеличивает и говорит, что да, как бы еще обыск территории. Ну что, как бы вообще вот эти дополнительные постановления по обыску, они вообще, как бы, кодексом не предусмотрены. В свою очередь, сторона защиты просила оставить приговор без изменения, а ходатайство прокурора без удовлетворения. 6 февраля 2019 года дело рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Восточно-казахстанского областного суда. Коллегия согласилась с доводами прокуратуры, отметив, что описка была допущена не стороной обвинения, а следственным судьей. Уже из первоначально поданного следователем ходатайства прямо следует, что речь идет о санкционировании обыска не только дома, но и прилегающей к нему территории. Именно поэтому следственный судья исправил свою ошибку, и это его постановление никем не было оспорено. Коллегия решила, что протокол обыска огорода и летней кухни должен быть признан допустимым доказательством, что сразу же сделало доказательную базу обвинения достаточной для признания Евгения виновным. В итоге суд апелляционной инстанции вынес новый приговор по делу, признав Евгения виновным и назначив наказание в виде одного года ограничения свободы. Из приговора суда апелляционной инстанции признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренный частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса и частью 1 статьи 300 Уголовного кодекса и назначить ему наказание по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса «Общественной работы на срок 80 часов», по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса «Ограничение свободы на срок 1 год». На основании части 2 статьи 58 Уголовного кодекса по совокупности правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначат ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля на тот же срок. Приговор вступает в законную силу с момента его оглашения, является окончательным и дальнейшему кассационному обжалованию не подлежит. 14 июля 2020 года дело уже рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда. Коллегия отметила, что изначально следователь обратился к следственному судье с ходатайством о признании законным, безотлагательного обыска и дома, и прилегающей территории. Почему такое решение было принято? По делу было установлено, что вот эта наркосодержащая конопля, она была обнаружена и изъята, это вот на прилегающей к жилому дому территории и летней кухне. Обыск, в ходе которого она была обнаружена и изъята, был проведен без санкции следственному судье. Судебного постановления о признании обыска законным также нет. Соответственно, обыск произведен незаконно, а его результаты не могут быть использованы в качестве доказательства по делу. Поскольку других доказательств, кроме признательных показаний, черта не имелось, суд первой инстанции, с решением которого согласился Верховный суд, правильно принял решение об оправдании. Однако следственный судья признал законным только обыск жилого помещения. Словами и прилегающей к нему территории постановление судей было дополнено лишь спустя месяц. Почему как бы мы и судились до последней инстанции, да, потому что если негативная практика такая сложится, у нас сейчас как раз представитель Верховного суда, он где-то года полтора-два уже объявил о том, что практика судебная должна быть понятной, то есть она не должна быть противоречивой, чтобы в одних и тех же ситуациях разные решения суды принимали. Есть нарушения закона? Ну да, упустили следователи. Ну ничего страшного же, никто не погиб, скажем так. Да, оправдайте человека по этому эпизоду, все, у него остался там уголовный проступок за хранение наркотиков. И все, как бы на этом вопрос, я думаю, должен быть закрыт. Между тем, вопрос о законности произведенного без санкции следственного судей обыска должен быть разрешен по каждому объекту, определенному помещению или месту. А действующим уголовно-процессуальным законом не предусмотрено вынесение следственным судьей дополнительного судебного акта об устранении описки. Отсюда следует, что обыск огорода и отдельно стоящей летней кухни не был признан следственным судьей законным, а значит, не имел юридической силы. С учетом этих обстоятельств Верховный суд восстановил решение суда первой инстанции. В данной ситуации, то есть, да, человек к реальному сроку не назначен наказание, не назначено ему было, но судимость бы в любом случае осталась. То есть, а как вы знаете, даже в последующем, если он где-то пересечется с органами следствия и так далее, то есть это все будет как минимум эмоционально учитываться. Речь идет об уголовном проступке, а не о преступлении. Уголовный проступок — это деяние, которое не представляет большой общественной опасности. Статья 296, ч. 2 Уголовного кодекса, она предусматривает ответственность за незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта в небольшом размере. А у Кирт был обнаружен марихуана весом чуть больше 4 грамм. И действительно, это деяние отнесено к уголовному проступку. Санкция в статье содержит несколько видов наказания, такие как штраф, исправительные работы, общественные работы и арест. Кирт ранее к уголовной ответственности не привлекался. В содеянном рассказе, соответственно, у суда не было оснований для назначения самого строгого наказания. Никто свою невиновность не должен доказывать. Это должны делать органы уголовного преследования. Если доказатель вины не представлено, суд обязан вынести оправдательный приговор. То есть, да, он даже если признался, есть его признание, но тем не менее нужны другие доказательства, которые его признание подтверждают. Таким образом, в этом деле в конце концов поставлена точка. Можно, конечно, сказать, что героя нашего выпуска не совсем заслуженно спасла нелепая ошибка следственного судьи. Но нам хотелось бы отметить другое. А именно то, с какой твердостью две судебные инстанции защитили букву закона, согласно которой принудительный обыск в жилище требует обязательной судебной санкции, хотя бы и постфактум. Несоблюдение этого правила должно влечь за собой безусловное признание обыска незаконным, независимо от его результатов и важности для расследования. Только такой подход гарантирует каждому обвиняемому полноту его прав, страхует от возможных злоупотреблений. К тому же, такие дела ярко свидетельствуют об отходе казахстанского правосудия от обвинительного уклона, при котором суд может закрывать глаза на отдельные упущения следствия. Ну и самое главное, не нужно мириться с несправедливостью. Шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале Хабар-24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. Редактор субтитров А.Семкин